Всем привет, с вами Крадлос, играем на Родбире на 11 и 16 сервере, сегодня у нас 11 сервер и сегодня у нас будет продолжение пути от 500 тысяч до Крузака. Так, всё, я захилился, смотрите, теперь такая у меня есть темка, а у меня вообще квартирка опечатана, вот, минус 3 дня и в НТ она как раз таки вот опечатана, она даже была опечатана ещё 2 дня назад и она могла слететь вообще ещё вчера, но она не слетела. Вообще будем ориентироваться всё скорее по ней, потому что если она слетит, то, соответственно, слёт, значит, уже произошёл. Я вообще не знаю, где ловить, потому что на вертолёте вообще удобно ловить в деревне какой-нибудь. Опа, опа, это кто? А это, я так понимаю, бандиты, да? Ну, всё скорее, да. Сейчас я пролечу рублёвочку, вообще посмотрю, как здесь обстоят дела, потому что на вертолёте летишь, здесь просто рублёвка у тебя на ладони, считайте. Ну, это очень даже прикольно. Так, здесь чувак стоит, Ла Феррари, около дома. Интересно. Ладно, пока не будем заострять внимание, может, просто на рандом стоит, хотя вряд ли на рандом стоит обычно в центре, чтобы больше видно было домов. Ну, вот как и этот чувачок. Так, здесь, по этой стороне вроде там никого не было, я пролетал, смотрел. Да, вроде никого нету. Но всё равно у нас на ГОСКу не хватает, поэтому я ловить здесь не буду. Я прилечу в Арзамас, конечно, нарушу свою традицию ловить около ДПСа, но в этой жизни менять надо многое. Охуя ты, философ. Ну, я предпочту лучше половить сегодня в Арзамасе. Конечно, я не говорю про центр, потому что в центре здесь людей достаточно много. Я даже скажу, сколько. 16 человек, но это, понятное дело, не все ловят 16, это в радиусе. Вообще сложно выбрать райончик, где ловить, потому что на вертолёте, тем более, ты вот в Париж в воздухе, тебе надо резко опуститься на землю. Я, конечно, знаю, как это сделать, а не умереть, просто нажать Ctrl, то есть заглушить двигатель. Я могу сейчас это вам продемонстрировать. Допустим, вот на этой дороге, смотрите, вот я лечу, Ctrl нажал, всё, я упал. Так, резко, 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 и, блин, я, кажется, не успел. Опа, дом, госи. А, это вчерашний аукцион. Благо, у меня есть команда, с помощью которой я могу всё это дело вытащить. Всё, вертолет доставлен. Ладно, давайте, ребят, сейчас выберу себе позицию и уже включу запись, потому что с выбором надо здесь ещё подумать. Я, в принципе, проделился и решил, я буду ловить ОТП. ОТП, это, я думаю, отличная позиция, конечно, здесь конкуренция вообще лютая. Я не знаю, где здесь все люди стоят, что их здесь так много. Давай сейчас немного спущусь, посмотрю. А, ну на машине, я понял. И один чувачок прямо напротив дома. Интересно, интересно, давайте спустимся, посмотрим, кто владелец вообще. Ради интереса. А, Руф Орлов ловит. Но вообще, у дома миникарта, ой, чекпоинт заснеженный. Я так понимаю, владелец заходил давненько. Айдирен, владелец этого дома в сети. Ну, смысла, думаю, ловить нету, поэтому можно не застрять на этом внимании, на этом человеке, который стоит около дома. А вот здесь уже чувачок стоит прямо около забора. Давайте проверим вообще, что за чувачок. Макс Плов. Владелец Артур Полов. А, это Полов. Я понял, возможно, это банда. Возможно, есть спаун. Давайте проверим айдишник Полов. Макс Полов только в сети. Возможно, ловит дом друга. Не буду мешать, спио, тп ловцов достаточно. И я думаю, что я не справлюсь. Если слетит дом, я не успею просто вот так заглохнуть, спуститься на землю и быстро выйти. Там все же машины, мотоциклы. У них это получится все же побыстрее и получше. Я, наверное, буду просто парить вот над отелем, над квартирками и буду ждать слет. Когда произойдет слет, я начну облетать весь Арзамас и так далее. Там в Батырево, Луткарино и следующие деревеньки. Так, ребята, только что слет произошел. Вот прям на глазах. Квартирка как-то резко появилась и даже не заметил. Давайте начнем облет. Да и плюс вон в чате ТК пишет то, что произошел слет. А здесь вообще квартирки две было. Два падика. Первый падик есть. Второй. Третий, если будет, то это будет замечательно. Нет, третий, это вот справа. Он тоже был в аукционе. Давайте от ИП залетим. Посмотрим вообще, что здесь. Мало ли, что-нибудь да и слетело. Дома не слетели. Здесь вообще никого нет. Все уехали куда-то так быстро. Очень даже странно. Ну ладно. Так, домик все еще в аукционе. Квартирки, к сожалению, тоже не слетели. За Арзамасом в квартире тоже не слетели. Что за слет вообще? Слетела только одна квартира. То есть один подъезд около Арзамасити. Там где 300 тысяч госка. Очень даже плохо. Что-то слет прям вообще. Ну, я залечусь сейчас на гаражи среднего класса. Конечно, там госка 7 миллионов. Но все же, если она будет деньги снять, я их сниму. Это не проблема. Да и плюс у меня в веб-сторе есть бонусы за промокоды, сказик с рулетки, то есть деньги. Поэтому, я думаю, 7 миллионов наберется точно. Конечно, на вертолете чекать гаражи это будет довольно-таки сложно. Но я все же попытаюсь это сделать. Насколько бы сложно это не было. Так, здесь занято. Хорошо. А Александр вроде здесь я смотрел. Или мне кажется. Да, здесь тоже занято. У меня еще такое предложение есть. В смысле, вариант полететь, получается, в Южный. И посмотреть вообще, что по ставкам на квартиры. И там слетел один бизнес. Казино Латкарина. В принципе, еще не все потеряно. Поэтому давайте чекнем сейчас гаражи по-быстрому. И полетим уже в Южный в аукцион ставить на квартирке ставки. Если, конечно, там ставки не миллион, не полтора. И так далее. Как же здесь много людей. Я не знаю, конечно, что здесь произошло. Что здесь такое столпотворение. Возможно, это все из-за того, что слесела... Слесела Катя Латкарина. Сейчас даже... Ого, люди. А что здесь такое происходит? Я, конечно, некий сейчас включать не буду. Потому что оно мне не надо. Я беду испортить, так скажем, лагами. Опа, 600 тысяч, Арзамас. Тулим ставочку. Оп. Все, а ну-ка, погоди, у меня квартира слетела. Нет, у меня квартира не слетела. Интересно. Очень даже интересно. На дом стоит 20 миллионов 600. ОТП без заезда 20 миллионов. Что-то как-то дороговато. Вам так не кажется? Так, где наше казино? Казино, дом. Это что за дом? А, это в Майами. А, кстати, можно будет слетать в Майами. У меня же будет... Давай по новой, Миша. Все хуйня. Кстати, можно же слетать в Майами. У меня же вертолет. Типа, там можно нормально так долететь по-быренькому. И забрать домик. Если, конечно, там оно гости. На казино стоит миллиард 200. Ну, прилично, прилично. Я даже не могу догадаться, у кого есть такие деньги. Потому что в Форбсе столько не пишется ни у кого. Ау. Ну, ладно. Новые квартирки. Говорят, два бизнеса слетело. Это продуктовый, Горель. И... Да, это простоквасено. И еще гаражик 12-й в Бусаево. Что-то в Бусаево прям... Участились слеты гаражей. Интересно даже вообще стало. Можно даже будет половить. Ладно, ребят, давайте я дождусь слета аукциона. И уже включу запись. И будем с вами продавать квартирку. Если, конечно, словлю. Вот надо же так прям за 5 секунд перебить до слета. Вот как это возможно? Я не понимаю. Меня перебили. Я ставлю ставку. Нажимаю окей. И все. Аукцион слетел. А я не поставил вообще. Я не успел просто этого сделать. Вот просто меня такие люди бесят. Я, конечно, понимаю. Но... Вроде эту тему пофиксили. Что, допустим... Вчера был слет 40 минут. И аукцион слетает ровно прям через 24 часа. Я лично так пытался сделать. Но ничего не получилось. В смысле, что поставить ставку ровно через 24 часа. И чтобы квартира слетела. В смысле слот на аукционе. Но нет, такого у меня не получалось. А здесь каким-то чудом это повторилось. 7600 тысяч снимаем. На банкомате нет средств. Понятно, понятно. Ребят, думал завершу на этом видос. Но нет. Я нашел квартиру. И сейчас лечу ее покупать. Она находится в Луткарине. Продавец Слава Гетовский. На третий этаж говорит заходить. Ну ладно, давайте пойдем. Третий этаж. И надо еще не забыть снять деньги с банка, которые пришли за ставку с аукциона. Это прям обязательно. Чтобы не забыть, так скажем. Покупаю квартиру за 700 тысяч. Я думаю, нормально. В принципе. Вадим Кларк. Так, все, покупаю. Слэш ЕС. Если Игрик у вас не работает. Оп. 100 тысяч. Все. Купил. Все. Славик, спасибо тебе. Давай. Ручку пожму. Хай. 3. 1. 4. Все. Ручку кинул. Пожал. Ну а теперь будем продавать квартиру. Конечно, это будет, я уверен, долго. Но что поделать. Что поделать. Перепродажи требуют жертв. Так, ребят, я вообще нашел себя вроде как покупателя. Но мы сейчас будем договариваться. Я, конечно, не знаю, сколько он предложит. Он сказал, надо встретиться и обсудить цену около двери. Ну, я, соответственно, за ним слетал на вертолете. И прилетели мы сюда. Сейчас будем торговаться. Так, ну что там по цене спрашивают. Говорю 850. Давай 800. Ой, тут же хорошо. Давайте 825 напишем. 825 и по рукам. Давай. Ну, пойдем. Клабайхон. 509-8-2-5-1-2-3. Оп. Кидаю. 124 подъезд. Квартира номер 9. Квартирка. Продана. Плюс 125 тысяч. Пожмем в ручку. Приятный человек с ним полетел. Нормально так ему понравилось. И эмоции он, так скажем, получил. Я прибыл к банку. Сейчас сниму деньги те, что ставил на, собственно, аукцион. На лот в аукционе. Это вроде как 760 тысяч, если я не ошибаюсь. Все, деньги сняты. И у нас выходит 563 тысячи. Мы, конечно, немного наварили с квартиры. Но все же мы наварили хотя бы что-нибудь. И поприсутствовали на слете. Слет довольно-таки был нормальный. Слетело целых два бизнеса. И вчера еще добавили один бизнес в аукцион. То есть, козерик в лотке, как я и говорил до этого. Ну, а на этом мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачных слетов. Всем удачных торгов на аукционе. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...